Выбирая города для посещения на выходные, жители столицы, как правило, стараются выбрать что-то более крупное и отдаленное от Москвы, типа Питера, Казани или Новгорода, либо мы стараемся выбрать что-то маленькое и уединенное. И я готов поспорить, что далеко не каждому придет в голову мысль не рассматривать что-то хайповое, обратить внимание на город с населением в полмиллиона человек и постараться найти для себя там также что-то интересное. Вот, например, Рязань. Несмотря на то, что площадь Рязани составляет около 224 километров квадратных, это где-то в 10 раз меньше Москвы, она входит в тридцатку самых крупных городов России. Жители Рязани гордятся известными уроженцами города, ведь здесь родились и жили Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра I, Иван Павлов, который ввел понятие об условных и безусловных рефлексах, Циолковский, основоположник космонавтики, Пэт Сергей Есенин, детский писатель Константин Паустовский. Рязань – один из самых русских городов, то есть городов, от которых буквально веет Русью. Этот город упоминался в летописях еще до Москвы и Владимира. Предками рязанцев являются Вятичи, а в 1237 году город принял на себя удар Батыя, в связи с чем город был разбит и разрушен. На территории Рязанского Кремля находится дворец Олега. Это здание было крупнейшей постройкой, гражданской постройкой своего времени на территории всей России. Почему дворец Олега? Потому что здание было названо в честь великого рязанского князя Олега, у которого на этом месте находился двор. Кремль определенно можно назвать сердцем Новой Рязани. Это одна из святынь России, и определенно это место достойно посещения. Кремль сразу же приковывает ваш взгляд, когда вы подъезжаете еще к нему. И здесь со стороны моста есть парковка, вы только останавливайтесь, и очень классный вид. И там же есть насыпные валы. И если забраться туда, то можно посмотреть на город сверху. Ну как бы сверху не в 300 метров, а с небольшого вверх. Ну почувствовать себя как рыцари. В древние времена забирались на эти валы, чтобы защищать город. Внутри очень классно. На дорожке, конечно, ощущается вся вот эта атмосфера старинная. Но некоторые здания находятся в аварийном состоянии. Ну и дай бог, чтобы их скорее отремонтировали. Я сейчас наблюдал такую картину, когда стоит семья, фотографируется. И отец говорит ему, как бы жена его говорит, остановись. Там Петя, я тебя сейчас сфотографирую. А он говорит, не надо меня фотографировать, я не люблю фотографироваться. Ребята, ну я думаю, что значит не любить фотографироваться? Это как не любить историю, не любить память. Если ты едешь куда-то, то фотографии, видео, это память твоя на всю жизнь. И не только твоя. Это память твоих детей, потом внуков. Вот подумайте о такой ситуации. Я, к примеру, выискиваю сейчас фотографии своих дедов, прадедов. И вы знаете, чтобы найти несколько фоточек, это нужно там родственников обзвонить, кого-то найти, перерывать все, копаться, звонить там тетям, дядям, вдруг у кого-то что осталось. Раньше не было технологии, а сейчас у нас есть технологии, есть все. Подумайте о том, что это потом память ваших детей, внуков, которые будут смотреть потом фотку. Никто не будет думать, красивый ты, некрасивый. Хорошо ты получился на фотографии, плохо ты получился на фотографии. Вашим детям, внукам, правнукам это не важно будет абсолютно. Для них важно будет, что их дед, родственник был где-то в каком-то месте, что сейчас есть память у него об этом. А вы что думаете об этом? Еще, кстати, очень классная штука, это если у вас есть дети, то в поездке, конечно, брать детей. Что я заметил, дети, они впитывают все это, и они потом помнят, у них есть ассоциации, у них формируется свое мировоззрение, и свои взгляды они понимают, где лучше, что-то им нравится больше, что-то меньше. Когда ребенок находится постоянно в одном месте, не выезжая никуда, он не видит вот этого всего, и у него заранее не закладывается чувство прекрасного. Успенский собор, конечно, просто вау. Строился он еще в конце 17 века. Стиль вот этот, в котором он построен, называется русская барокко. Внутри заходишь, грандиозные колонны, огромный храм. Внутри был весь расписан, но потом, с приходом к власти большевиков, храм вот этот вот, естественно, они себе забрали, сделали из храма планетарий. Внутренние стены, все, их побелили. Их сейчас на колоннах видно, где на одной колонне остался еще немножко рисунок, вот, роспись, другие все просто побелены. Ну, конечно, хотят все это восстановить, но это стоит очень больших денег, и, как бы мне сказали, что они, конечно, рассчитывают на это, но деньги. Еще одно место, позволяющее почувствовать русский дух – усадьба академика Павлова. Сохранилась на территории не только усадьба, но и сад, и надворные постройки. Это дом, в котором прошли детство и юность Нобелевского лауреата. Из фотографий, документов, книг и других вещей воссоздана та атмосфера, что была здесь во время проживания академика Павлова. А сейчас добро пожаловать на площадь перед главным зданием Рязанского цирка. Построен он был 50 лет назад, а до этого здесь разбивали шатеры, и никаких зданий у цирка не было. Вместимость у него 1700 мест. Правда, я когда читал отзывы по местам, которые надо посмотреть, отзывы о цирке были неоднозначны. Якобы здесь шел ремонт недавно, и местные пишут, что понатыкали мест, внутри не все работает, и что распилили денежки. Ну, я не местный, судить не буду. Кто может, знает, кто посмотрит. Интересно ваше мнение. Ребята, я знаете, что сейчас увидел? Музей истории рязанского леденца. Это, блин, как рязанский чупа-чупс. Ха-ха-ха, какой-то. Музей истории рязанского леденца. Вы вдумайтесь вот в это. В Рязани, как и в любом другом крупном городе, имеются улочки с атмосферой развлечений. Улица Почтовая по вечерам освещается уютными фонариками, располагает уличными музыкантами и заставляет захотеть по ней прогуляться, забыв о накопившихся проблемах. Здесь большое количество кафе на любой вкус и кошелек. А в комплексе Окская жемчужина, всего в 7 километрах от города, находится отличный аквапарк, на территории которого есть также и отель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и если вы смотрите гостиницы какие-то в Рязани, я вам определенно рекомендую вот эту. Называется она Старый Город. Почему называется Старый Город? Потому что находится прямо в центре, в самом центре. До Кремля Рязанского здесь пешком, всего 15-20 минут по гостинице. Номер этот стоит 3800, включая завтраки. На мой взгляд, абсолютно адекватная цена. Спортзала здесь нет, бассейна нет, сауны нет, террасы наверху нет, но сам отель очень приятный. Хороший просторный номер, но вы все видите. Номер с балконом, выход во двор. Есть номера с выходом с окнами на город. Здесь сразу же внизу паб, автобус стоит, британский даблдекер. А так как я в Лондоне прожил 6 лет, мне эти даблдекеры знакомы очень хорошо. Кстати, вы можете посмотреть мои выпуски. У меня огромное количество выпусков из Лондона. Все есть на канале. На улице даблдекер. Стоит будка телефонная, стоит английский паб, Брестой. Здесь с другой стороны итальянская пиццерия. Причем пицца в печке готовится. Небольшая пиццерика, ничего там сверхъестественного, но все равно маленький такой итальянский рестораж. Приятно, приятно. Все здесь. Ну и сразу же внутри прям есть кафе, кофе, макарунсы, пироженки какие-то. Все что нужно. Цены средненькие, нормальные, не космические какие-то. Отель 4 звезды. Ну что, вперед. Нас ждут великие дела. Отдельного внимания заслуживает территория рядом с Рязанью. Рыбацкая деревня. Место, которое называют кусочком Норвегии. Это гостиничный комплекс в районе населенного пункта Шумаш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин